Итак, в двухстах ветрах от Кремля происходит крупнейшая на сегодняшний день охотничья оружейная выставка в Москве, которая называется Орел Экспо. Вот сейчас доберемся до нее и посмотрим, что там и как. Итак, дорогие товарищи, вот вам и выставка Орел. Сейчас мы спустимся туда и поглядим, что происходит. Я не прошел еще пяти метров по выставке, как встретил первого знакомого человека. Привет! Соседи мои по гаражу, то есть на другой стороне дороги, где я живу, располагается производство беспоуганных. Ну, о них мы расскажем вам подробнее. Некоторые считают, что у охотничьих изданий есть некая конкуренция. На самом деле это не так. Нас осталось всего три в стране. И наша конкуренция – это скорее все-таки взаимная поддержка. Тем более, что люди очень часто, поработав в одном, переходят в другое. Ну, Миша правильно говорит. Нас осталось не так много, и мы, слава богу, все тут объединяемся и что-то делаем вместе. Вот выставка большая, но уже с первых, на самом деле, заходов. Как-то она умирает потихоньку. До сих пор стенд собирали, еле-еле. Сейчас открывается половина стендов. Вчера 8 часов, Леха, собирались. Вот-вот о чем и разговор. А мы вот только что закончили, у нас обклейку, мы еще даже запуститься никак не можем. Но, как бы, мы все напобедим, поэтому всем привет. Позолоченные винтовки, цыгарные, цыгарные. А вот они мы, наш журнал. Итак, выставка Орел. И мы на ней стоим. Выставка проходит второй раз, а мы стоим на ней первый. Посмотрим, что произойдет. Мы с сестендом, на котором представлены архитекты, журналы, Выставка будет еще три дня, приходите. Ну что, дорогие товарищи, какая сейчас выставка без якутских ножей? Известное дело, никакая. И еще одни друзья на выставке. Магия настоящего сафари. Сейчас попытался поднять камеру для того, чтобы снять название стенда. И вдруг обнаружил, что названия-то и нет, так же, как у номера. Но это ничего страшного, у нас тоже его нет. Ни названия, ни номера. Так и живем. Сила в Сибири? С этим не поспоришь. Ну вот тут, через проход, стоят наши старинные партнеры и друзья. Юбилей у вас, да? Да, сто лет было. Ну мы поздравили, кстати, в журнале. Сейчас секундочку. Ну вот, общество военных охотников. Был юбилей у них, сто лет недавно. Мы в журнале поздравили. Спасибо большое. Сейчас еще раз поздравлю здесь. Приветствую, Михаил Арсеньевич. Мы в прямом эфире? Нет, нет, нет. Это будет смонтировано. Тогда всем добрый день. Вечер, вечер. Вечер, вечер. Приветствую, приветствую. Так. И вам тоже не повесили название стендер. И номер. И номер не присвоили. Я ничего вообще не сделаю. Ты узнал, значит, мой партнер. Да, полюбай. Полюбай. Так. Делефон, где-то есть. Тваровская труба. Очень мне ее. Еще раз. Еще раз на камеру. Нету тут ничего. Понял. Банки тут можно посмотреть, да? Понял. Виски есть? Виски есть. Почти посмотрим. Зуба позже немножко. Сейчас, к сожалению, все путеются. Ну, вернее, может, к сожалению, вам все. Зуба позже. Ваще партия забралась. Здесь аналбатная партия. На самом деле, на всех выставках я больше всего люблю этих людей. То есть, пластмассовых. Я их вообще больше всего люблю. Я их вообще больше люблю. Я их вообще больше люблю. Пластмассовых. Собаки. Он весит 3,6. 3,6-4,2. Да. То есть, с карбоном стволом такой могучий. Но там цена, да? Нет. Вот это как раз. Картмасс. я хочу вас крутить уехать привет а где вы все я иду к вам а 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 сибири а а а а а а пострадал за то, что он выдал заключение вот этим стрелкам, то есть он получил какой-то реальный срок, он лишился практики, я приведу, то есть можно сказать, что нет методик, ну хорошо. Ой, спасибо тебе большое, спасибо, спасибо большое, это взамен утерянный. Ну что же, компания Crow Arms, это типичные недорогие хорошие пункти, и очень приятно, что они делают и поставляют на наш рынок не только всякие страховидла вроде фактического оружия, но и полноценные густволки. Вот такой из полноценных густволок сейчас держит в руке, носит она милое мне название тундра, магнум, оно, кстати, не тяжелое, а совсем почти. Хорошая жизнь. Ну, на самом деле, здесь присутствует компания Cosme, то есть это не представители, это вот прямо на Cosme, как она есть, и ее владелец Дубух Агаэти. Ну и все так безнадежно у нас, как казалось. Вот, выставился в обрезе салонов Сина, что всегда приятно. Проекционные его карабины Штейровские. В общем, хоть какое-то оружие... В общем, хоть какое-то оружие... Ну что же, очень приятно встречать в гостином в доме магазинов Тимидов. Тоже наш старинный партнер и, в общем, наверное, самый лучший магазин, дающий оружие на вторичном рынке у нас в стране, с великолепным экспортным конкурсом и, в общем-то, с замечательными образцами. Вот, пожалуйста, МЦ-11, русский первый. Вот, пожалуйста, МЦ-126. Уникальный совершенно образец оружия. Вот, я думаю, он, пожалуй, как-то-нибудь с интересом появился. И при этом, при всем, подведем сегодня итог первого дня выставки «Орион». Во-первых, выставка, понятно, что состоялась. Мне нельзя сказать, что это не выставка. Второе, оружие на ней представлено, хоть и не настолько полно, как хотелось бы, как это было в старые времена, но как-то представлено. Российских производителей я сегодня насчитал сегодня здесь четырех штуков, из которых самый важный дескрипт. Есть все выставки «Орион», в общем, на самом деле, конечно, выставочное дело серьезно просеема, но не настолько серьезно, как хотелось бы его не дополнить. Спасибо, всем привет!